Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Итак, на протяжении 7 лет после расставания бывший молодой человек напоминает о себе. Ну, конечно, если вы хотите получить ответ, скажем так, максимально корректных, по своей полноте, по своему объему, вот. Ну, мне кажется, что здесь желательно, чтобы вы представили побольше информации и о, собственно говоря, себе, себе, и о, собственно говоря, молодом человеке, вот. Значит, о том, как у вас отношения складывались, о том, как они развивались, о том, что вас объединяло, вот. Ну и так далее. Эта информация позволит нам ответить на ваш вопрос более, скажем так, полно. В том смысле, что даст наиболее четкий ответ на ваш вопрос. Потому что, не знаю, психологического, например, портрета вашего и мужчины, да, сказать о том, чего хочет молодой человек, ну, можно лишь только опираясь на какие-то общие аспекты общие, контексты и так далее. Что, на мой взгляд, не является чем-то хорошим, адекватным, правильным, правильным, верным и так далее. Вот. Поэтому здесь история такая. Да, значит, нужна история отношений, почему раздались, ну и так далее. А также ваш психологический портрет, который необходим для идентификации личности за собой обоих. Вот. Если, соответственно, этого нет, то и говорить о том, чтобы дать адекватный ответ, нельзя. Такой компетентный. Вот. Профессиональный, компетентный ответ. Каждый год один раз он мне написывает, типа, спрашивает, как дела, как жизнь замысл еще не вышла и т.д. Жанна, спросите, что уточняю. Правильно ли я понял, что мужчина один раз в год стабильно пишет вам, назовем, ну, где-то, где-то он вам пишет один раз в год, но стабильно. Скажите, пожалуйста, если он вам пишет один раз в год стабильно, вас это так сильно задевает, вас это так сильно выводит, выбивает из телеи или как? Или что? То есть, вот мне просто, ну, не совсем понятно. Понятно. Ага. С чем проблема? Что это, как бы, мужчина, он пишет вам, да, пишет. Безусловно, это, может быть, раздражало. Ну, во-первых, вы, по какой-то причине, его, его, мне заблокировали. Вот. Что-то он, он имеет возможность вам писать, да. С другой стороны, это происходит не постоянно, а один раз в год. И, в принципе, если бы вы были счастливы, если бы вы его отпустили, да, если бы вы не испытывали к нему сами каких-то эмоций ответных, то вас бы это, скорее всего, никак бы не задевало, раз задевает, значит, вы, видимо, все-таки еще к нему неравнодушны, а раз так, то отношения с ним вы не завершили. Это же, это и является ключевым моментом всей проблемы. То есть, не то, для чего мужчина, для чего он вам написывает, да, а то, почему вы так реагируете. Вот. Вот это, пожалуй, действительно, важно. Вот, на самом деле важно, да. То есть, как, как вы на это все реагируете. Как и, соответственно, почему. Вот. Дальше. Так, отношения с ним были недолгие, три месяца, но, тем не менее, очень яркие, напоминающиеся на всю жизнь. В чем? В тем, что это была страх, скорее всего. Я, я, пишите вы, тяжело отходил от расставания, а в чем была тяжесть, если три месяца были всего отношения. В итоге находил это других молодых людей. Ну, смотрите. Судя по тому, что вы пишете, да, вы так и не смогли устроить свою личную жизнь в том смысле, что вы по-прежнему одна. Вот. И возникает вопрос в таком случае. Может быть, вас отношения с мужчиной до сих пор держат, а, ну, скажем так, держат именно, вот, в несвободе удерживают вас от того, чтобы двигаться дальше по жизни. Мне кажется, что этот вопрос, этот момент тоже нужно обязательно исследовать. Вы об этом ничего не пишете, но, тем не менее, момент важный. Дальше. Значит, находила других молодых людей. И что значит находила? Как вы их воспринимали? Что они для вас значили? Оно постоянно он не давал, не дает нормально построить отношения. Ну, здесь вы переносите ответственность на него. То есть, что значит не давал, не дает. Он не мог вам не давать и не, 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 он не мог вам не давать и не может вам не, и не может не давать. Потому что, ээээ, он как бы здесь, да? А вы там. Или наоборот, вы там, он здесь. Понимаете? То есть, никак он не, не, не может вам не давать свои отношения. Вы на него обращаете внимание. Вы на него обращаете внимание. Это да. На практике это в том, брат, только, эээ, почему. Может быть вы и не готовы еще к, эээ, отношениям. Как таковым. Ну вот, может быть вам рано еще строить отношения новые. Новые, именно. с, эээ, мужчинами. Потому что, ну, потому что вы, просто-напросто, не готовы к этому. Вот. То есть тут, как бы, тоже нужно исследовать этот момент. Вот. Ибо он, этот момент, очень важен для вас. Вот. Дальше, значит, пишет, зовет увидеться, напоминает о себе, чем снова и снова радует меня. Эээ, так. Ведь когда-то у нас было все прекрасно, расстались по детской глупости. Ну, у вас явно отношения не завершены. Знаете? То есть, эээ, вся проблема, она вот, видимо, в этом. Что отношения с ним вы не завершили. И, еще. Вот. Понимаете? И, соответственно, раз отношения вы не завершили, то, постоянно происходит, эээ, такой вот негатив. Как бы сбитие, сбитие, сбитие происходит у вас с пути. Вот. То есть, дело здесь не в нем, не в молодом человеке на самом-то деле. Дело здесь в том, как вы это все воспринимаете сами. Понимаете? Вот. То есть, как вы это все видите. Вот вы говорите, что он вас радит. Так, как будто это он несет ответственность за то, что он вас радит. Вот. На самом деле это не так. То есть, возможно, вам имеет смысл с ним встретиться, все обсудить. Да? Завершить отношения, там, все обговорить, закончить. Вот. Тогда у вас не будет это уже разница. Чтобы вы поймете, либо у вас остались к нему чувства, либо нет. Вот. И, в принципе, на этом все закончится. Благополучно или нет, да, это уже не важно. Но закончится-ка хотя бы, хотя бы. Вот. А так вы застряли же по сути, да? Вы же по сути застряли, вы сейчас не двигаетесь никуда. Вы не двигаетесь не вперед, вы не двигаетесь, как бы, вы зависли. По сути дела, да? Сейчас. Вот. Так что, я вас прекрасно понимаю, но могу сказать только вот то, что, как бы, здесь нужно завершить отношения. Либо с ним, либо самостоятельно через психолога. Вот. Ну и, соответственно, расставание тоже необходимо исследовать. Кто может понимать, то объясните, понимаете, почему он делает так, не мало ли, не мало ли. Ну, понимаете, ответить вам на этот вопрос можно с нескольких, конечно, точек зрения, да? То есть, ещё раз повторю, без вот понимания того, какой это мужчина, да? Вот просто без понимания того, что это за человек. Вот. Ну, мне кажется, делать это по меньшей мере неэтичным. Вот. Потому что всё-таки, всё-таки любой человек заслуживает, я считаю, своей индивидуальности. Вот. И мужчина заслуживает её тоже. Вот. По общему правилу, по общему правилу, то, что вы расстались с мужчиной, было им воспринято, как поражение. Вот. То есть, возможно, он не ожидал, что, значит, ну, он не ожидал, что всё дойдёт до расставания. Он думал всё-таки, что вы, ну, сохраните отношения. Вот. Так он думал. И когда это случилось всё-таки, то есть, когда вы всё-таки расстались, вот, что он, ну, вот, как я думаю, по крайней мере, он не ожидал этого. И для него это стало поражением. Вот. И до сих пор он чувствует себя либо обманутым, либо брошенным, либо что-то ещё такое, вот, у него есть, что мотивирует его вам терзать. Вот. Возможно, это ещё какие-то, ну, ещё какие-то мотивы, но я думаю, что, скорее всего, такая история. То есть, это человек, который, так же как и вы, не может отношения забыть. Вот. И так же как и вы считают, что они закончились, ну, по глупости, например. Вот. То есть, это то, что, вот, ну, это то, что бросается на первый взгляд. Вот. Может быть, у мужчины действительно к вам какие-то чувства всё-таки ещё остались. Вот. Ну, особенно, особенно, если отношения у вас были яркие. Вот. И в нём живёт, как бы, как бы надежда на то, что, а может быть, всё ещё не завершилось. Да, может быть, такие отношения могли так просто закончить. Они же были такими яркими. Вот. И, соответственно, живёт надежда и имеет место быть тяга. Тяга, именно, вот, к вам. Вот. Дальше. Зачем и для чего ему это надо? Ну, он вряд ли преследует цель сделать вам больно. Опять же, как бы, опираясь на свою практику, да, могу сказать, что очень редко, редко, когда мужчина хочется именно причинить боль своей женщине. Вот. Пусть она, там, даже эта женщина для него уже ничего не значит, да, то есть очень редко. Очень редко. Очень редко. Мужчина хочет причинить именно боль. Вот. Есть, конечно, вероятность, что он хочет просто самоутвердиться за ваш счёт. Есть такая вероятность. Безусловно, но, лично мне кажется, что она очень невелика. Это вероятность. Вот. То есть он это делает, вот, для себя, ему это нужно. Вот. Ну и, по-корочему, вам нужно было разобраться только в своих чувствах, да, то есть не акцентировать своё внимание на нём, да, а понять вот, что, может быть, вы и не хотите отношений всё-таки новых, раз не решаетесь сам, что это завершить, закончить и так далее. Вот. Потому что, ну, мне с трудом верится, что в бытность, ну, в развитое время социальных сетей, да, вы не можете его заблокировать. Вот. Ну, то есть, скажи, что вы не хотите этого делать. Вот. Это значит, что, возможно, вы пребываете в зависимости от него ещё. И эта зависимость, она играет с вами злую шутку, вот, не позволяя вам направить новые отношения. Вот. А вы, соответственно, обвиняете его. Да. То есть, говорите, вот, какой негодяй, отношения мне, там, построить, соответственно, не даёт. Вот. Гад. А мне, соответственно, что мне делать и что мне это делать, да. Вот. То есть, ну, тут вот такая позиция. И вам, для решения своей проблемы, нужно, ээээ, хотеть, именно, двигаться вперёд. Самой. То есть, не ждать. Пока. Мужчина перестанет это делать, да. А, самой брат делает свои руки. Вот смотрите. То есть, что мешает. Пока я увидел, эээ, два ключевых момента, да. Это, момент, момент, связанный, связанный с, эээ, тем, что вас это ранит. Вот. То есть, вы испытываете боль от того, что человек, ну, ну, вот так вот, эээ, поступает по отношению к вам. Вот. И то есть, что отношения у вас очень, очень-очень были яркими, и вы их запомнили, и просто, возможно, ну, не желаете двигаться дальше, не желаете двигаться, ээээ, как-то, вот, вперёд, и всё. Что, безусловно, является, также проблемой. Вот. Ну, на этом всё. А, я надеюсь, что он ответил на ваши вопросы. Если у вас остались дополнительные, пишите в личку Будуратама. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. vorbl eight- All enough, los заехать. .